Добрый день! Вы смотрите итоги дня Управды ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Специалисты перинатального центра МАМА выдают квартиры. В области стартует первый всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В регионе прошли муниципальные отборочные состязания по скандинавской ходьбе. Инза отметила двойной праздник – юбилей района и день основания города. Работа по формированию бюджета на очередной трехлетний период на всех уровнях власти в настоящее время входит в завершающую стадию. Губернатор провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам, в ходе которого обсуждались основные параметры главного финансового документа. На очередной трехлетний период. Подробности у нашего корреспондента. Впервые за 10 лет Ульяновская область вошла в число регионов страны с высоким качеством управления финансами. Рейтинг подготовила Министерство финансов Российской Федерации по итогам работы за 2018 год. При оценке учитывались исполнение бюджета, качество планирования, управление госдолгом и выполнение указов президента. Работа по данному направлению продолжается и в этом году. В Ульяновске завершается подготовка проекта главного финансового документа на 2020-2022 года. Последние штрихи в бюджет носятся в региональном министерстве финансов при поддержке всех отраслей. До 19 сентября проект закона необходимо направить на заключение федеральному Минфину. Коллеги, осталось не так много времени. В этом году нам необходимо провести согласование проекта бюджета до заседания оригинальных правительств и до внесения в ЗАГС собрания. Таким образом, министерство финансов совместно со всеми участниками бюджетного процесса короче, срок необходимо выгодить окончательную версию проекта закона в области о полковом и областном бюджете. При формировании бюджета учитывались несколько основных подходов. В первую очередь, это софинансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов. Проект бюджета сохранит социальную направленность, включая соцподдержку населения, оказание финансовой помощи муниципалитетам области. Бюджетная и налоговая политика на ближайшие три года сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона. Около 70% расходов по плану будут занимать отрасли образования, здравоохранения, культуры и спорта. Не оставят без внимания реальный сектор экономики. В срок до 1 октября проект закона о бюджете должен быть внесен на рассмотрение в областной парламент. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. В минувшее воскресенье, помимо празднования Дня города, прошел единый день голосования. Так, в Засияжском районе прошли дополнительные выборы депутата Ульяновской городской думы 5-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 16. Сегодня в издательском доме «Ульяновская правда» прошла пресс-конференция, посвященная результатам выборов. До стадии регистрации зарегистрированы были 12 кандидатов. Это, отмечу, небывалый конкурс для, я вот такого не припомню, чтобы на мандат депутата городской думы было столь большое количество претендентов вместе. С чем это обусловлено? Ну, здесь, наверное, больше задать вопрос можно политологам, но, возможно, я предполагаю, что это было в связи с тем, что некоторые кандидаты или некоторые люди восприняли это как некую генеральную репетицию перед большими выборами, которые состоятся через год. Убедительную победу одержал Андрей Князев. Явка избирателей на участке составила более 27%. Это средняя явка на муниципальных выборах во всех регионах России. Двойной праздник выназит 90-летний юбилей района и 122-й день основания города. Этот год знаменательен еще и тем, что весной произошло историческое событие – открытие и освящение Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В праздничных мероприятиях приняли участие воспитанники православного клуба единоборств «Пересвет» при Жадовском монастыре. Выступление ребят инзенцам запомнится надолго. В Индии отметили сразу два праздника – 90 лет району и 122 года со дня основания города. На центральной площади Индзе развернулись народные гуляния, выставки, ярмарка, бесплатные угощения, частушки и народные песни. Поезда на вокзале тоже встречали концертом. Тем более, что Индзе – город, рожденный железной дорогой. И в этом году юбилей района решили объединить с днем основания города. Примите искренние поздравления с 90-летием Индзенского района. Сегодня нашей малой родине исполняется 90 лет. В масштабах страны этот период всего лишь миг. Но для нас эти годы являются периодом становления, развития и роста. На главной праздничной сцене чествовали лучших людей Индзенского района. Поздравили молодоженов и маленьких именинников. Награждения прерывались выступлением местных музыкальных коллективов. В этом году город приобрел свою жемчужину – Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Его священнику Иерманаху Тихону вручили благодарственное письмо губернатора за духовное воспитание и работу с молодежью. Благодарю за оценку моих скромных трудов и за честь поздравить всех индзенцев с этим замечательным праздником. Процветание городу Индзен, всем вам добра и счастья. Также я являюсь главным тренером спортивного клуба «Пересвет» и по просьбе администрации привез своих бойцов. Православный спортивный клуб «Пересвет» привез в Индзу своих лучших воспитанников – чемпионов мира и мастеров спорта. Молодежь клуб уже достаточно титулована и имеет много наград на различных соревнованиях. Вместе они устроили зажигательный мастер-класс. Все происходящее отец Тихон комментировал лично. В конце батюшка сообщил индзенцам благую весть. В скором времени в городе начнет работать клуб смешанных единоборств. Заниматься в нем сможет любой желающий и совершенно бесплатно. Во-первых, мы открыли здесь собор. Владыка Богослава заниматься с молодежью. И администрация, в принципе, меня сама просила, что-нибудь здесь помочь, организовать. Здесь также есть ребята-спортсмены. Мы им будем помогать, вместе тренироваться, выступать. Празднования в Индзе продолжались до глубокой ночи. Следующее торжество уже духовное, намечено на 21 сентября. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Первый престольный праздник Кафедрального собора Индзе. В Ульяновске прошла пресс-конференция, посвященная Первому Всемирному фестивалю боевых искусств ТАФИСА. Крупнейшее международное спортивное мероприятие соберет более тысячи представителей мировой спортивной общественности из 30 стран. Они представят около 40 различных видов боевых искусств и спортивных единоборств. Подробности у Натальи Чумаченко. Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА стартует в нашем регионе 13 сентября и продлится до 17 сентября включительно. На последней перед событием пресс-конференции организаторы рассказали о программе фестиваля, о приглашенных гостях и участниках. Для меня это очень интересно. Например, команда Южной Кореи, у них много чему поможет, именно показательная команда. То есть это приедут не спортсмены, которые высокотисловлены, чемпионы мира или олимпийские чемпионы, а это приедет показательная команда, которая будет выступать и демонстрировать технику, красоту боевого искусства по тэквондо, родоначальники, которые едут по всему миру и, в общем-то, они практически как выездный театр действуют, привлекая все больше и больше, наверное, в ряды. На организацию крупнейшего международного спортивного мероприятия из регионального бюджета выделено 25 миллионов рублей. По словам организаторов, на эти деньги фестиваль ТАФИСА соберет в регионе больше тысячи представителей мировой спортивной общественности из 30 стран мира. Выдающиеся спортсмены представят около 40 различных видов боевых искусств и спортивных единоборств. Программа очень обширная. 24 знаменитых выдающихся спортсмена приезжают к нам на мастер-классы, которые будут проходить 14 и 15 сентября. Во все спортивные объекты, которые будут принимать мастер-классы от именитых сенсеев, уже завезли спортивное оборудование. Физкультурно-оздоровители комплекса в Ульяновске и Димитровграде получили 10 ковров для единоборств, 6 для борьбы и 4 татами «Ласточкин хвост». Уже 14 сентября в ФОК «Орион» свой мастер-класс даст президент Всероссийской Федерации Кудо Роман Анашкин. В этот же день в «Фаворите» свои профессиональные приемы по самбо покажут чемпион мира Денис Гольцов и чемпион России Евгений Исаев. Также на Соборной площади 14 и 15 сентября пройдут показательные выступления по национальным единоборствам. Ульяновцы увидят карэш, бои на поясах, бразильскую национальную капоэру и хапкидо – корейское боевое искусство, максимально приближенное к реальному бою с противником. Это как раз направлено на то, что люди, которые о боевых искусствах где-то слегка слышали. И вот весь фестиваль направлен на то, чтобы вот эта категория обыватель, она пришла, посмотрела, и кто-то из них захотел потом заниматься боевыми искусствами. Потому что показательные выступления, мастер-классы, они направлены не на профессиональных спортсменов, они направлены на всех жителей нашего региона. В Ульяновске культурно-развлекательный блок фестиваля «Тафиса» стартует уже в эту пятницу. Так, 13 сентября в 18.00 на плазе внутри ТРЦ «Аквамо» все желающие смогут поучаствовать в развлекательной программе и поприветствовать прибывших спортсменов из разных стран. В субботу, 14 сентября в 10.00 на Соборной площади звезда спорта, голливудский актер и любимец миллионов Олег Токтаров проведет массовую зарядку для жителей города. А вечером того же дня в 17.30 на территории Волгоспорт-арены состоится торжественная церемония открытия первого всемирного фестиваля боевых искусств «Тафиса». С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Уллправ.ДТВ. Квартира за работу. В Ульяновской области специалисты в сфере здравоохранения получают меры поддержки. Эта работа ведется в рамках национального проекта здравоохранения и направлена на устранение кадрового дефицита. Слово Егору Титову. Три года назад Олег и Олеся Епифанова приехали работать в Ульяновск после окончания Саратовского медицинского университета. Денис вернулся на родину. Его жена, уроженка Саратова, последовала за ним. Сюда приехав, очень долгое время жили на съемной квартире. И вот нам, собрав все документы, нам предоставили социальное жилье, хорошую двухкомнатную квартиру. Для молодой семьи это стало важным подспорьем. Семья врачей работает в детской областной клинической больнице. Муж в перинатальном центре, мама. Жена в дневном стационаре. Говорят, что это работа, о которой мечтали. Коллектив отлично принял. Я вообще, это как моя вторая семья, честно. Я очень их люблю, всех заведующих. Ну вообще все врачи, больница, все помогают, никто никогда не отказывает в этом. Вообще огромное спасибо нашим всем заведующим и всем, вообще всем специалистам. Полученная квартира стала одним из стимулов остаться в Ульяновске. Удобное жилье в новом городе, недалеко от парка Прибрежный. Квартира полностью мебелирована. И все, что нужно для жизни, находится в шаговой доступности. Это служебное жилье. Пока человек здесь работает, он может им пользоваться. Ну то есть совершенно бесплатно, я имею ввиду, покупать не нужно это жилье. Единственное, что они платят, квартплата. Вот, все. По инициативе губернатора Сергея Морозова выделено 35 квартир для работников перинатального центра. 29 из них уже заселены. Почти все получившие ведомственное жилье относятся к категории молодых специалистов. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. 7 сентября вся Ульяновская область взяла в руки, палки и зашагала. По инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе прошли муниципальные отборочные состязания по скандинавской ходьбе. Среди шагающих за здоровьем были порядка 30 димитровградцев. Большой спортивный праздник состоялся в субботу в микрорайоне Олимп. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Перед началом соревнований пока идет регистрация на сцене концерт. Вокальные и танцевальные коллективы и солисты предложили зрителям и болельщикам свое творчество. Приветствовал жителей Олимпа председатель спорткомитета Игорь Волков. Та сборная команда, которая будет сформирована по результатам сегодняшних стартов, она, конечно, будет носить чисто условный характер. Людей, которые у нас ходят, занимаются скандинавской ходьбой очень много. Но, насколько я вот сейчас понимаю, главным критерием оценки, конечно, является возраст наших участников. И самое главное, что это была команда не менее 20 человек. Вера Портнова занимается скандинавской ходьбой в течение пяти лет. И это самая возрастная участница соревнований. Ей почти 80. Мы шесть часов обязательно троем выходим. У нас было семь человек, которые уже умирали, которые уезжали. Мы троем обязательно выходим. Я одна-то все равно обязательно выхожу. Любую погоду. А вот третий классник 17-й школы Матвей Акимов пришел на соревнования поддержать свою бабушку. Мне нравится эта ходьба. Правила я хотела рассказать, что нельзя бежать, можно упасть с этими палочками. Надо, чтобы палка была с ногой и вот так ходить. Итак, старт дан. Пошагали. Правильный шаг – это шаг с удовольствием. О, смотри, как пошли. Смотри, смотри. Видишь, вроде как на лыжах. Палки делают ходьбу более полезной. Ваша осанка выправляется, вес снижается, а тело подтягивается. Опора на палки снимает нагрузку и защищает организм. Можно гулять дольше. Участники прошли два круга по стадиону. И вот финиш. Я, честно говоря, палки вижу второй раз. Я их даже взяла, когда кверх ногами, понимаете? И тем не менее пришла первая. По итогу муниципального этапа сформирована сборная Димитровграда, которая примет участие в региональных состязаниях. Он пройдет в Кузоватовском районе 28 сентября. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград 24. Специально для AllPravda.TV. С помпонами в руках и в милых юбочках эти юные спортсменки успели покорить городок США и Францию. Заняли призовые места на международных турнирах и привезли медали с соревнований Приволжского федерального округа. Все это о спортсменках из Ульяновской федерации, чирлидинга и чирспорта. Все началось с тренировок, которые посещали три увлеченные девушки. Сейчас в это движение вовлечено 30 спортсменок. Самый старший из них 27, а самый маленький чуть больше трех лет. Девочки будут выходить на поле. Я считаю, что это большой вклад в региональное развитие, в спорт. Мы поддерживаем, мы привлекаем внимание. Вообще чирлидинг был создан для того, чтобы поддерживать команды, снимать негатив во время игр, чтобы не было никаких отрицательных эмоций. Речь идет о чирлидинге, как о группе поддержки. Но не всегда за выходом на поле скрываются обычные танцы. С помпонами еще и соревнуются. Чирспорт – это специальный набор спортивных акробатических элементов, с которыми чирлидеры выходят на крупные соревнования, где учитывается синхронность и качество выполненных трюков. За высокие достижения девочкам, как и в любом другом спорте, присуждаются разряды. Еще подразделение, как чирспорт – это школьная лига, бэби-лига. Это дети, когда соревнуются также между садиками. В садике внутри и между садиками. Они поддерживают свои спортивные команды в садиках, в школах, в институтах. И по ним есть отдельные тоже соревнования. В основном девочки занимаются 2-3 раза в неделю по полтора часа. Сначала разминка, а потом танцы или оттачивание трюкового мастерства. Номера бывают одиночные или парные. В группе поддержки выступления в большинстве случаев массовые. Сами чирлидеры залогом успеха считают не только хорошую растяжку, но и слаженность в работе команды, а также умение чувствовать музыку. Как важно нам вдвоем выступать синхронно, чувствовать друг друга. И самое главное – не бояться сцены. От этого зависит все. В сентябре начался новый набор в группы. А в скором времени чирлидинг станет доступен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы отца осознанно очень заинтересовало это новое направление для нашего города. Захотели с ребенком попробовать себя в таком виде спорта. Вступления, конечно, очень такие получаются живые, веселые, задорные. Очень приятно смотреть на детишек со стороны, когда занимаются спортом. Сейчас основной состав спортсменок активно готовится к предстающим соревнованиям, которые пройдут в сентябре в Пензе и Самаре. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе сохранится теплая сухая погода. Завтра в Ульяновске столбик термометра удержится на отметке 20 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправды ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин